Воля Божья и попущение Божие Воля Божья есть освящение ваше. А в последнем послании к евреям, уже, можно сказать, в предпоследней главе 12, мы с вами читаем следующее. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Действительно, давайте попробуем разобраться, что же такое воля Божия и что такое попущение Божие. Здесь, естественно, мы должны еще вспомнить и притчу о блудном сыне, которого отец отпускает на страну далече, пока тот не расточает все имение, собранное для сына, которое причиталось ему от отца. И потом, в общем-то, возвращается обратно этот сын и испытывает, наверное, крайнюю любовь отца, когда он даже в том несчастном состоянии, состоянии сокрушения духа сына, возводит его опять на сыновний пьедестал в своем доме. Перстень возлагает, лучшую одежду одевает на сына, закалывает упитанного тельца и так далее. Где же здесь разница? В чем здесь разница между волей Божией и попущением Божиим? Воля Божия, чтобы каждый человек имел спасение. Воля Божия, она направлена именно на то, что Господь не хочет смерти грешника, но всем хочет спастись. И вот именно воля Божия в том, что окружает нас вокруг нас с вами. Все, что с нами происходит, это воля Божия. Все, на что мы с вами не можем, скажем так, повлиять. То есть та данность, которую мы должны с вами принять. Ну, многие разговоры и споры идут по поводу медицинского такого случая, когда заранее беременная женщина узнает о будущей болезни своего ребенка. Причем здесь я хочу сказать именно о том, когда медицина оказывается права. Не тогда, когда она, в общем, на всякий случай ставит диагноз. Мы знаем такие случаи, и они довольно-таки распространены. По беременности женщине говорят, что у вас родится тот или иной ребенок с такой или иной аномалией и тому подобное. А когда рождается, все оказывается хорошо. У меня даже был случай у знакомых, когда, правда, это было давно, когда еще только УЗИ начинало распространяться среди медицины, то им поставили диагноз, что у вас будут две девочки. И так, в общем-то, радовались родители, уже как заранее все подготовили, двухместную колясочку, две кроватки, розинки и бантики и так далее, и тому подобное. А родился один мальчик. И такое, в общем-то, бывает. Но мы сейчас будем говорить именно о том, когда медицина права. Права в том, что она поставила диагноз, что у вас родится ребенок с заболеванием, аномалией и так далее, и тому подобное. И в этом и есть воля Божья. Когда мы с вами не можем повлиять на те или иные обстоятельства, а должны принять их. Хорошо это или плохо. Это то, что от Бога есть добро. Все, что от Бога есть, наверное, самое важное, что происходит в нашей жизни. В чем же здесь добро? Мы с вами в современном мире, в интернете можем увидеть даже разные дискуссии, полемики о том, что кто-то даже начинает этим хвалиться, что вот забеременела, поставили диагноз, что ребенок родится такой, и вот я сделал аборт, поздравьте меня и тому подобное. Кто-то говорит, что нет, это, в общем-то, какое же здесь поздравление и тому подобное. И что ответить этому человеку, который радуется, что не позволил свершиться воле Божьей над ним? Мы, тяжело, конечно, нам, вот мне с вами рассуждать об этом, тем, у которых, кто не сталкивался в жизни именно с какими-то такими вещами. Но, наверное, любой священник, не то, что, наверное, а точно любой священник, имеет у себя на приходе семьи, в которых есть дети от рождения, получившие вот именно какие-то такие заболевания, увечья, которые не могут бегать, прыгать, кто-то не может рассуждать. И, вы знаете, я, наблюдая за этими родителями таких, в общем-то, детей, могу констатировать, что они становятся какими-то особыми людьми. Человек, посвятивший свою жизнь служению другому человеку, он становится особенным. Человек, который отверг себя и стал служить ближнему, а через ближнего, естественно, мы с вами служим именно Богу, этот человек приобретает необычайные дарования. На портале «Икзегет» мы уже как-то с вами говорили о том «я», которое в жизни человека, в общем-то, должно отсутствовать. Вот именно человек, который больше всего в своей жизни ценит Бога, ценит ближнего, ценит окружающий мир и на последнее место ставит свое «я», никогда не откажется от воли Божией, никогда не откажется от того, что Господь ему предлагает. Нам кажется, что вот воля Божия, она может быть только благой и угодной. Так оно, в общем-то, и есть. Но благая и угодная воля Божия, она всегда совершается в труде, она всегда совершается в лишениях, она всегда совершается именно в том, что этот мир не приемлет. Мы с вами живем в мире, который очень сильно отличается от мира духовного, от мира божественного. Мои пути не ваши пути, говорит Господь. И мои помышления также далеко отстают от ваших помышлений, а можно здесь прочитать намерениях, как небо от земли. И, вклиниваясь в волю Божию, мы с вами моментально переходим в попущение Божие. Попущение Божие – это свершается именно тогда, когда человек настаивает на своем, когда человек говорит «а я лучше знаю, Господи, что мне хорошо, что мне полезней и что мне нужно». Здесь хочу, чтобы мы с вами обратили внимание на притчу о блудном сыне, вы ее все прекрасно знаете, или вы можете посмотреть ее и толкование, и содержание на нашем портале. Но хочу вам привести такой пример, как человек, который очень долго хотел семейной жизни и просил у Бога. Бога на протяжении десяти лет молился, просил, чтобы Господь именно даровал ему эту семейную жизнь. Причем все было богословски обосновано, что женщина спасется чадородием и так далее, и тому подобное, что не устроен я, в общем-то, в монашеском плане. И в конечном итоге Господь разрешил эту ситуацию. Причем разрешил ее удивительным способом. Разрешил так, что когда этот человек пришел к своему духовнику, то духовник спустя уже десяти лет общения, бесед попросил написать. Говорит, а какие качества ты хочешь видеть в этом человеке, в своей будущей половинке? И человек написал все эти качества. Причем качества он написал очень хорошие, замечательные. Это не складывался портрет принца на белом коне, это складывался портрет святого человека. И удивительно, что буквально через месяца два-три Господь нашел такого человека. Нашел такого человека и, скажем так, предоставил ему два сердца, полюбили друг друга, совершилась свадьба, венчание, все было прекрасно, хорошо. Но, как мы с вами прекрасно понимаем, что человек не умещается на два листа, перечня замечательных качеств, которые, в общем-то, в нем должны быть. И через какое-то время, опять же, духовник сел за стол переговоров, разговоров со своим чадом и услышал такую весть, что, Господь, батюшка, дорогой, а Господь-то вообще является, знает будущее, знает, видит будущее человека. Да, видит, сказал, естественно, священник, опираясь на догматическое богословие, учение святых отцов, на священное писание. И тогда последовал другой вопрос. Так почему же тогда Господь благоволил свершиться нашему браку? Почему? Потому что ты неотступно хотел этого брака. Наверное, так услышала чада слова священника. И здесь мы сталкиваемся уже не с волей Божьей, а с попущением. Попущение, которое дается человеку, чтобы человек, наверное, приобрел уже другое качество – смирение. Смирение пред Богом. Мы же знаем с вами, что смирение – это не рабская покорность, а смирение – это с радостью и благодарностью воспринимать все то, что Господь посылает тебе на жизненном пути. И кротость по отношению к себе, чтобы высоко о себе не думать, если ты даже и богослов. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok